Парагон Только вот вчера ввели И астрологи объявили неделю укуна А значит количество укунов в катках И отмененных игр возрастет втрое Так вот, в чем же фишка укуна? А фишка вся в мобильности И большом пуш потенциале Укун очень быстро чистит лес Как свой, так и вражеский Забирает объективы, сносит башни и инкибитеры Просто вот со скоростью звука В общем, чтобы быть полезным укуном Нужно толкать линии А в этом есть небольшая проблема Вам нужна самодостаточная команда Которая сможет обходиться без вас Нет, я не говорю, что нужно забить на помощь команде И тупо толкать лайны Просто как убийца укун не самый полезный герой Для этого разберем его способности Начнем с основной, с ульты Ее фишка в том, что это единственная в игре ульта-пассивка Она позволяет укуну создавать при ударах свои копии Которые будут наносить небольшой процентный урон От вашей основной силы атаки На последнем уровне это всего лишь 25% Соответственно, на более ранних этапах ульты Урон его копий будет, ну, очень низким Да, в любом случае это дополнительный урон Но, как я и сказал, только для зачистки Либо для сноса объективов Потому что клоны стоят на месте А враги стоять на месте не будут Соответственно, ваши клоны будут в большинстве случаев Бесполезны, ну, в замесах Плюс до клонов не распространяются всякие эффекты Будь то криты или вампиризм Если вы думаете, что соберетесь в криты И будете с клонами разносить все направо и налево То вы глубоко заблуждаетесь Следующая способность, которую вы будете вязать Очень часто, это Ешка Она не потребляет ману Но и давать вам чего-то сверхохеренного не будет По сути, это просто смена стоек С дополнительной особенностью А именно, на всех крипов и лесных монстров на карте При их появлении будет случайным образом Или накладываться, или не накладываться Метка у куна При убийстве этого крипа В силовой стойке вы будете получать дополнительное золото При убийстве в стойке ловкости Восстанавливайте немного здоровья Полезность, что дополнительного золота, что восстановление здоровья, конечно, есть Но чтобы получать этого реальный профит Нужно качать Ешку А на верлигейме я бы не советовал упарываться в ее прокачку Потому что, как я и сказал, шанс появления метки рандомен Теперь уже перейдем к основной способности, которую я и советую качать Это БКМка В боевой стойке она наносит дамаг Отталкивает цель и прописывает короткий стан Во время ловкости у кун отталкивается посохом от земли Чтобы подпрыгнуть выше Это позволит перепрыгивать небольшие препятствия Но лучше всего работает в комбинации с последней способностью Но они чуть попозже И вот БКМка это единственная способность, которая тратит ману Поэтому не жалейте ее тратить направо и налево Хоть я и сказал, что у кун как убийцы не очень Но при грамотной реализации Стана посоха может вполне хватить Чтобы подтолкнуть противника ближе к своей башне Или к союзникам во время гангов Чтобы они их расстреляли Ну и, соответственно, это даст вам больше времени на убийство противника Ну и последняя способность, которая стоит на кьюшку По сути, юзается через пробел Потому что это просто двойной прыжок И в силовой стойке это достаточно мощный по дамагу удар Плюс замедление А в ловкой стойке после прыжка вы побежите по воздуху В комбинации с БКМкой можно забраться реально очень высоко И преодолевать практически любые препятствия Что позволит вам спастись от любых гангов Если вы стоите на соло лейне, например Такими способностями к выживанию может похвастаться разве что Аврора А вот в силовой стойке эта способность Как я и сказал, хоть и имеет большой дамаг Но его реализация весьма сомнительна Потому что прыгает укун по сути просто в высоту Но вот вперед он двигается ровно с той скоростью, как и идет Причем способность используется не в том направлении, в котором вы смотрите А в том, в каком направлении двигается тело укуна То есть если вы идете спиной вперед и бьете То и удар будет тоже с прыжком назад Поэтому и реализация этой способности всегда оставляет желать лучшего Попасть по врагам ей можно только если противник стоит в стане И вы подошли прямо в упор к нему Либо вы уже бежите прямо рядом с противником и на ходу прыгаете На самом деле я бы посоветовал лучше упороться в прокачку ПКМки Которую можно постоянно и стабильно попадать Причем со станом Ну а теперь перейдем к предметам, которые стоит взять Так как укуна, как я и сказал, требовательный к физическому урону Нам его и стоит развивать в первую очередь Как впрочем и скорость атаки Потому что чем чаще мы будем бить, тем больше мы будем стакать клонов Но смотрите не переборщися Максимум скорости атаки для милишников в 2.3 Брать больше предметов на скорость атаки просто не имеет смысла Так вот Начинаем мы в любом случае через клык духа Очень странно на самом деле, что его не порезали во вчерашней обнове Потому что предмет ну очень сильный Тут вам физическая сила и скорость атаки и здоровье Плюс дополнительный урон при активации Что будет хорошо и при уроне по героям И для зачистки линии и леса А вот что брать после первого предмета Уже для любого героя, не только укуна Вызывает вопросы Потому что под разные ситуации могут подойти разные предметы Все-таки систему карт, как в старом парагоне В эту игру не завезли И соответственно вы можете подстраиваться под любую ситуацию Которая вам заблагорассудится К примеру, если вы все же хотите у поросов пуш потенциал То на начальных этапах шкатулка торговца Даст вам возможность чистить линии еще лучше Но если вы будете больше помогать команде в замесах То тут уже пригодятся, например, вот такой предмет, как двойные луны Потому что дадут вам и силу атаки, и здоровье И будут замедлять противников Что для многих милищиков, не имеющих какого-то контроля, очень важно Добраться до какого-нибудь твинбласта или стойки без замедления Та еще задачка Если у врагов есть химера или нарбаш То третьим предметом для порезки хила Можно взять призрачный топор Но если никаких хилищиковских героев у врагов нет То можно взять первую помощь Тут и уроны, и скорость атаки, и вампиризм И дополнительный вампиризм при низком здоровье Дальше уже все гораздо сложнее Потому что на данный момент катки в парагоне Очень редко длятся больше 25 минут Даже три предмета собрать в 20 минуте Вы сможете, ну, только достаточно много убивая И при этом фармя И тут уже либо вы выигрываете Или сурендите А так как я сказал, что наличие укуна в команде Требует весьма высокой автономности Этой самой команды То собрать полный билд На кого бы то ни было Не только укуна Будет весьма проблематично Но все же, если катка затянулась И вы сражаетесь уже там больше 30 минут Придется обращаться к предметам Которые смогут побольше дать вам выживаемости Отличным вариантом этого станет игрушка кими Либо если вы хотите себе больше добавить физической силы Плюс здоровья Можно взять меч урагана Плюс дополнительно он будет резать броню противникам Ну и соответственно увеличивать вашу броню Ну и еще одним дополнительным предметом для выживания Станет шлем берсерка А с его пассивным эффектом враги просто не захотят вас бить Ну и последний предмет, который я советую брать Почему не советую брать его в начале Потому что в принципе он за свою цену Дает не так много характеристик Но при этом он дает очень много выживаемости А именно аварийно-спасательный отряд Там огромное количество здоровья Плюс щит Ну и плюс он дополнительно увеличивает физическую силу героя на 15% Почему я все-таки не советую брать его в начале Потому что вот эти 15% силы, которые он будет давать Он будет разумеется давать ее в зависимости от того Какая у вас максимальная физическая сила Есть со всеми предметами Плюс ваш уровни Ну разумеется без этого предмета Соответственно чем больше у вас будет физической силы Тем больше будет давать аварийно-спасательный отряд А если вы возьмете его на начальном этапе То прирост к характеристикам будет очень небольшой Ну и на этом все друзья В целом по ощущениям я скажу, что Укун не самый, так сказать, имбалансный герой Он просто интересный На нем прикольно играть Да, он способен выигрывать катки Но только при достаточно скилловой команде Закирить же катку в соло Ему будет, ну, весьма проблематично Ну а на этом все друзья Я надеюсь это видео вам понравилось И было вам полезным Поэтому подписывайтесь на канал Ставьте лайки и колокольчики Чтобы не пропускать новые видео, а также стримы И играйте, ребят, только в хорошей игре Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok